Я сделала на днях интервью, очень интересное, с командиром белорусского полка, который находится в составе вооруженных сил Украины, который с первого дня защищает Украину, и он состоит из граждан Беларуси или из этнических белорусов. Ты знаешь, это, конечно, само по себе явление. Спасибо таким людям, которые, не являясь гражданами, приехали нас защищать, причем рискуя своими жизнями. Но что я хочу сказать? Очень интересно, мы с ним говорили о том, а что, если Лукашенко таки отдаст приказ о официальном вступлении Беларуси в войну против Украины? Сейчас-то он как бы уже воюет, но он же пытается, как обычно, усидеть на пяти стульях своей жопой. А также на трех табуретках. Причем этими ножками вверх. Представляешь, какая у него жопа, так? Нет, фу, нет. Нет, о чем Денис говорит, что если отдает Лукашенко этот приказ, он считает, что белорусские военные, во-первых, там не будет такого количества, которые способны вообще воевать, как он заявляет, но что там где-то 13 тысяч, они говорят. Он считает, что тысяч пять от силы они наскребут, те, кто реально может пойти. Второе. Они на границе, большинство из них просто, говорит, или бросят оружие, или сдадутся в плен, они не будут воевать, они побегут. И третье, говорит, даже те, кто начнут воевать, когда пойдут гробы с войны из Украины в Беларусь, белорусским матерям и обществу, говорит, Сто процентов оно взорвется, потому что это не русский народ, который отдает своих сыновей и продает, говорит, эти не будут терпеть. Они, он считает, что в большинстве своем настроены против этой войны, именно внутри, не хотят туда вмешиваться. Я согласен. Поэтому Лукашенко и не отдает приказ. Он же умный, хитрый, изворотливый. Он животное политическое. И не только политическое, он животное и есть. Но он опытный игрок геополитический. Он прекрасно все понимает. Он взвешивает все за и против. Обещает одним одно, другим другое. Делает только то, что нужно ему. И я думаю, что он оценил все моменты, которые могут сложиться для него плохо в случае, если он отдаст этот приказ. Поэтому, видимо, приказа и нет. Иначе давно бы отдал. Хорошо, но ты видишь, а российские-то матери продают своих детей? У них-то это проходит все? У них проходит. Ну, такая страна. Такая страна. Вот она такая. Сейчас мне опять скажут. Ну, зачем вы про всю страну? Ну, слушайте. Ну, ваших детей убивают. Убивают ни за что, ни про что. Просто так. Не всем еще бабки платят за убитых детей. И вы сопли жуете. Ну, жуйте дальше. Вам, значит, это нравится. Вы терпилы. Вы рабы. Рабские терпилы. Ну, терпите дальше. Это ваш выбор. Это ваш удел. Могу ли я их уважать за это? Да нет. Я их и не люблю, и не уважаю. Ну, не за просто так, а за то, что пришли убивать на чужую землю. Ну, это же был феноменальный сюжет, когда чувак какой-то, у него сына убили. Он купил на гробовые деньги новенькую ладу и говорит, мой сын о такой мечтал. Именно о белой. И едет на этой белой ладе на кладбище к сыну. Кайфует. Долбодят ли такие идиоты? Просто клинические идиоты. Тупые, тупорылые.